МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, друзья, прошлая неделя для российских пропагандистов ознаменовалась просто грандиозным скандалом. Один из ближайших друзей Соловьёва, называвший себя, внимание, Армагеддонычем... Телеграм-канал Армагеддон... Кличка данная мне, Володя Соловьёва. ...видимо, устал врать и кривляться. И неожиданно цапнул руку, с которой ест. Причём досталось необыкому, а топовым боярам. Например, вот так Армагеддоныча характеризовал телеграмм вояку Медведева. Через этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на своё место и поставит. Он, Медведев, был пример. А Машута Захарова, едва опохмелившись, не верила своим ушам. Как? Как, Сатановский, ты меня назвал? Вот Маш Захаров. И ещё одна сильно выпивающая шмара. Которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Естественно, подобные откровения вызвали настоящую истерику в уропатриотической тусовке. Чтобы вы понимали уровень, отреагировали даже в МИД РФ, где не поленились накатать текст и нарисовать слово «фейк» большими буквами. Евгений Сатановский распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания в отношении специального представителя президента России по Ближнему Востоку, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и официального представителя директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. И на этом моменте мы уже очень смеялись. Извините, а в чём конкретно фейк? В том, что Захарова, цитата, шмара? Просто как бы опровергать любовь тётеньки выпить с учётом многочисленных видео очень тупо. Но дальше началась ещё более крутая свистопляска. На Армагеддоныча, как на злостного предателя, спустили всех околокремлёвских собак. От дружания отвернулся даже Соловьёв, который ещё и уволил Сатановского. Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Леонидовичем. И принял решение об увольнении Евгения Леонидовича Сатановского с нашего экономика. И тут Армагеддоныч, который, судя по моднейшим сервантам за спиной и так жил небогато, видимо, осознал, что жизнь тут и закончилась. Того, гляди, со дня на день статусы на агента в Лепета, работать на завод идти придётся. Хотя, как же было приятно получать денежку, поливая грязью врагов на федеральных каналах. Соединённые Штаты готовятся к прямой конфронтации с Россией. Действительно, сейчас пока ещё первый акт этой пьесы. Но людей подтягивают, поляков и немцев на использование ядерного оружия тренируют. Поджигаются один за другим какие-то периферийные зоны вокруг России. Кто сказал, что республиканская Америка не будет занята уничтожением нас, точно так же, как демократическая? Вот и великая разница, это либеральный фашизм от Муссолини до Обама, или это республиканцы правые нацисты? И поэтому мне не нравятся формулы о том, что ядерная война, конечно, неприемлема. В общем, почесав бороду и протерев очки, великий борец с режимом Сатановский решил идти в отказ. Мол, имидж ничто, бабулес и всё. Давайте вместе это позорище почитаем. О, ну да, ну да. Перенервничал, оказывается, из-за ситуации в стране дядя. Хотя, ой, когда о Медведеве говорили там вообще о будущем, а не об актуальных событиях, речь шла. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких, а Путин очень сильный. Через этих кадров он какое-нибудь мелкое слабенькое дерьмо на своё место и поставит. Вон Медведев был примером. Но зачем мы вообще так подробно разбираем срач Останкинских крикунов? А ответ очевиден. Ведь то, что сказал Сатановский, как о боярах, так и о распаде России. Для нашей страны час икс, возможность распада будет где-то в 30-е годы, потому что Путин не вечен, он стареет. Говорит только о том, что в глубине души пропагандисты всё отлично понимают. И их байки о победах и якобы великом будущем. И великая страна одерживает великую победу. Победа наша, победа России, она неизбежна. Это театр, где актёры играют заранее прописанные роли. Но между театральными сценариями и реальной жизнью такая пропасть, что плавить начинает даже пропагандистов. И речь же не только про Армагеддоновича идёт. По телеку вон, все последние полгода промывали мозги зрителям о якобы ужасных потерях ВСУ. Для боевиков ВСУ каждая попытка наступления заканчивается очень большими потерями. Попытки контрнаступления уже очень долго длятся и по факту остаются провальными. Там какие-то кошмарные данные. 250 тысяч убитых ВСУшников. Американцы неделю назад сообщали про 350 тысяч убитых ВСУшников. Мол, люди у бандеровцев скоро закончатся, и тогда Россиюшка легко победит. Там просто, наверное, мужчин больше не останется в ближайшие годы. Мужское население Украины перестанет существовать. И весьма вероятно, что где-то далеко от линии фронта подобные тексты и прокатывают. Но вот отдельных новоросов от пропагандистского Сахарка конкретно расплющило. Мол, глупо на кого-то пенять, когда у самих потери ужасные. И ой, буквально тут же в эфир попадают военные тайны, говорить о которых явно было нельзя. А еще было вот такое лето, 22-го года, в июле месяце, ребят повезли на погрузку БК. Там был большой склад БК. И туда попали хаймерсами. И когда меня вбудят, где-то часа в 4 утра, и говорят, Юль, надо ехать в Шахтер, там наш раненый. То, что говорят, там было сколько-то человек, сколько-то. Было очень много людей, большинство, не буду точно говорить, вытащили 12. То есть только за один прилет по Шахтерску было ликвидировано более сотни боевиков. Еще часть навсегда осталась инвалидами. То есть потери почти как ПТУ в Макеевке в новогоднюю ночь. А условный Соловьев не рассказал о таком ни слова. Не положено. Не положено. И прикиньте, как взбодрились бы холопы, если бы каждая подобная история попадала на федеральные каналы. Но уже сам факт подобных сливов – крайне тревожный знак для России. Вот почему кураторы информационной политики, что называется, свистали всех на борт. Ведь зраду всегда лучше перебивать грандиозными ротовыми победами. Это не контрнаступление Киева. Это контрнаступление всего Запада. Против нас одних. И мы его блистательно, слава богу, отразили. И нам очень-очень-очень в этом смысле есть чем гордиться. А мы, смотрите, сейчас подожгли фронт. От Купинска мы практически там, да, очень серьезную угрозу создали Купинску. Мы сейчас создаем очень мощную угрозу на Лимане. И мы сейчас, в ближайшее время, мы можем создать котел из Авдеевки. Это не та история, когда можно дать кому-то денег, и он победит Россию. Да, вот сама идея шизофренична в своей основе. Вы бы видели, как хорохорились пропагандисты и бояре, пытаясь сделать счастливые мины при плохой игре. Чудаки даже цельного министра обороны к хороводу подключили. Мол, дорогой оленевод, ну забацайте что-нибудь эдакое. И надо признать, Шойгу не подвел. Сбили 24 самолета за 5 дней. За 5 дней. Че кому не ясно? 24 самолета всего за 5 дней сбито. Сразу туинский рэп вспоминается, когда, мол, Шойгу рожали, в Америке все ржали. Да и как же не ржать, когда 24 птички якобы сбито? А фото или видео ни одного нет. Но, видимо, все дело в том, что фоткали на древний фотоаппарат, и очень обидно. Ах, засветилась пленка. Никогда такого не было, и вот опять. А вот кто еще порадовал нас, помимо фанерного маршала, так это пропагандисты из Ордло. На окраинах недоимперии, знаете ли, холопы всегда работали по принципу лучше перебдеть, чем недобдеть. А потому приказ выдавать на гора побольше побед крикуны из ДНР и ЛНР уже привычно довели до абсурда. Впрочем, давайте уже вместе слушать. У Украины осталось не больше, чем полтора месяца для того, чтобы закрепить какие-нибудь успехи, собственно, в контрнаступлении. Потому что в данный момент успехов-то никаких нет. Где взятые назад отбитые ими населенные пункты? Их нету. Ну ничего себе! Оказывается, украинское контрнаступление провалилось настолько, что за пять месяцев в ВСУ якобы не смогли взять ни одного населенного пункта. Только терактами УКР отметились. Катались по ушам пенсионерам рублевые крикуны. Ничего, кроме удачно совершенных терактов. Давайте вещи называть свои деменанты. Они по большому счету специалисты в совершении терактов. При этом просто напомним, что оба жалких пропагандиста территориально находятся в мифической ДНР, где из чата в ходе контрнаступления вышла значительная часть Великонавоселковского района. Это не скучное и сторожевое, и Макаровка, и Старомайорское, и Благодатное с урожайным. Подразделения ВСУ закрепляются в районе села Старомайорское Донецкой области после освобождения этого населенного пункта. ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. О потере этого населенного пункта накануне утром сообщил телеграм-канал российского батальона «Восток». То есть нравится-не нравится, а Дырляндия уменьшается. И как же позорно при этом мочить вот такие тексты. В данный момент успехов-то никаких нет. Нет, смешной. Провал — это когда единственная победа огромной страны за полгода — это тряпка, которую героически воткнули в террикон возле Авдеевки. Пожалуй, главные кадры этого дня сегодня пришли из зоны специальной военной операции. Под Авдеевкой российские военные установили триколор и флаг 114-й мотострелковой бригады. Это видео снято на терриконе в районе местного коксохимического завода. Причем эту тряпку в считанные часы помножили на ноль. Но дело даже не в этом. Люди, которые языком собирались побеждать НАТО... Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО. А пощады не будет. Пощады не будет. Донансифицировать придется, судя по всему, не только Украину. И даже теперь обсуждают то войну с Польшей. Поляки готовятся к полномасштабной войне. Они не хотят давать Украине оружие именно по той причине, что они оставляют его для себя. Рано или поздно Россия все войны выигрывает. То обстрелы Румынии... Вот как вы считаете, может ли быть такое решение с нашей страны, нашего правительства? Оно может быть. Моя точка, извините, что будет превентивный удар какой-либо из этих стран. Особенно не просто куда-то прилетит, ну, грубо говоря, в город. Нет. По аэродромам. Потому что там разгружается оружие. В реальности гордятся победами калибра «Ура! Мы взяли террикон!» Вам самим-то от таких феерий не стыдно? Че дальше? Парад по случаю взятия гаража? Это очень важная высота в битве за Авдеевку. Ситуация для украинских военных становится все сложнее. Но судя по мани Мерку в эфирах, пропагандисты реально не понимают, насколько смешны все их радости и сотрясания кулачком. Ну не в вашей же ситуации захватом всех типа русскоязычных регионов грозить. Для того, чтобы существовала украинская колония, вам нужно отдать все русскоязычные регионы, которые вы уже отдали, и еще, чтобы вы могли жить. Отдайте. А обещание оставить Украину без Черного моря – это вообще шиза за гранью добра и зла. Как только мы возьмем при Черном море Николаев и Десу Херцон, полностью под свой контроль, здесь станет намного тише. Ну реально, зачем Черное море? Ну зачем? Я не понимаю. Помыться, пускай приезжают помоются. Особенно с тем учетом, что украинская армия сейчас напротив ежедневно расширяет плацдарм на левом берегу Херсонской области. В СУ на лодках высадились на левый берег Днепра, заняли село Пойма и заскочили на окраины села Песчановка. Силам противника удалось зайти в населенный пункт Крынки. Также противник подтягивает к этому участку дополнительные силы. Уже до моста вражеские силы сумели продвинуться до населенного пункта Подстепное. Но об этом дальше специализированных телеграм-каналов вообще не говорят. Зато по телеку не стесняются брать ртом при Черноморье. Как только мы возьмем при Черноморье... Мы возьмем при Черноморье... И вы знаете, рано или поздно подобная информационная политика сыграет как с россиянами, так и с коллаборантами злую шутку. Ведь уж больно сладкие их обещания. И насчет Авдеевки... Ситуация крайне меняется. Не в их пользу. Авдеевку, естественно, им не удержать особо совсем. И им все-таки придется попрощаться еще с оккупированными областями, которые они захватили еще в 91-м году. И в целом насчет войны. Да и липнут эти обещания к ушам зет-патриотов, как мухи на липучку. И разочаровываться после такого всегда очень больно. А разочаровываться ведь придется. И не потому, что нам так хочется. Просто украинская армия с каждым днем становится все сильнее. Если россияне ничего не смогли сделать с маленькой советской армией, то армия с суперсовременным оружием им точно не под силу.